Дорогие друзья, приветствую вас. Давайте продолжу рассказ про МГРИ, самый демократичный ВОЗ Москвы, может быть, России, Советского Союза. Давайте я расскажу, как я сдавала вступительные экзамены по математике, устной, потому что письменные я написала на четверке, на пятерке, точно не помню, но русский может быть на четыре, не знаю, не помню. Ну, кажется, на пятерке, в общем, в общей сложности я набрала 18 баллов. Значит, что-то на четыре, а что-то на пять. Даже не знаю, почему. Ладно, неважно. В общем, короче говоря, приходим мы на устную математику, захожу, беру билет, сажусь, пишу. Знакомлюсь сразу с вопросами и чувствую, один вопрос меня... Ну, вроде бы я все знаю, я во всем уверена, но вдруг слышу, что на один вопрос девушка отвечает, а экзаменатору не нравится ответ. Как я бы точно ответила, я не знаю. В общем, короче говоря, вопрос это определение окружности. Что такое окружность? В учебниках математики, в школьном учебнике математики, в принципе, это определение есть. Но почему-то школьная программа на нем не заостряется. То есть учителя не требовали. В экзаменационных билетах выпускного экзамена этого вопроса не было. И вот я сижу и слушаю. И, значит, кроме того, как человек, который закончил школу с большим количеством четверок, так что в среднем полна аттестата у меня был 4,6. Ну, если точно, 4,6,8, но там округляют только до десятых, поэтому 4,6 записывали. Не округляли в сторону больше. Вот. Значит, мне не нравились, я всегда так придирчиво смотрела на людей, у которых в балл аттестата 5, и еще более придирчиво к тем, у кого медаль. И вот сидит медалистка. Медалисточка я их называла. Такая у меня была, где-то такая бабская, как бы, женщина к женщине испытывает ревность. Ревниво относится, в общем, не знаю, в общем, чисто такая женская. Плюс еще замешанная на оценках. Это, наверное, где-то элемент зависти, наверное, есть. Почему вот я такая умная, имею 4,6, а она такая тупая, 5, ровная. В общем, короче говоря, сидит медалисточка. И тоже экзаменатор ее валит этим вопросом. Он, вернее, нет этого вопроса вообще нет в билетах. Это просто любимый вопрос экзаменатора. Которым он любит валить слишком уверенных в себе учеников. Ну, вот как раз он, видимо, тоже испытывает такую ненависть. Ну, может, не ненависть, но неприязнь к медалисточкам. Ну, то есть, к прилежным ученицам, которые заработали свою оценку, ну, больше прилежанием, нежели способностями. Как позже я узнала, сам этот преподаватель, как раз из разряда разгильтяев. Он, к тому же, был не дурак выпить. Фамилию я его сейчас не помню. А второй экзаменатор женщины, ну, она более такая спокойная. Но как-то что-то мне подсказывает, что она тоже была солидарна со своим коллегой. Может быть, не столь злобно, не столь ретиво, господи, не столь рьяно. Но тоже, в общем, мне кажется, было такого же мнения. Ее фамилию я помню, Шидловская. Так, а фамилию математика я, этого преподавателя, я периодически вспоминаю и забываю снова. Вот. И, значит, он ей дает этот вопрос на засыпку. Она там, медалистка, что-то, ну, пытается объяснить руками, пытается ему рисовать. Нет, он требует от нее определения. И, в общем, короче, она ему не отвечает. Он говорит, а вот, значит, определение окружности знать не стыдно. Окружность — это предел чего-то, чего-то я слышу. Главное слово — предел. Я услышала, я ухватила эту мысль, поняла, что ему требуется, напрягла мозг, вывела это определение, предел чего может быть. Ну, в принципе, мы же учили в школе вот эти пределы. Это к интегрированию, когда подходишь сначала к пределу функции, к пределу последовательности. В общем, неважно, в общем, через предел. Я выявила эту формулу и пошла сдаваться. В общем, ответила, пробежал так же, как он прибежал по моему конспекту, задал парочку вопросов. Да, говорит, все хорошо, все написано. А теперь скажите мне, пожалуйста, определение окружности. А я говорю, предел окружности, а я ведь села выводить этот предел, чего я вспомнила это определение, извлекла из памяти. В общем, короче, предел чего? Предел суммы. Хорд, N, Хорд. При N стремящемся к бесконечности, а так, отрезков длиной, там, допустим, L, при L стремящемся к нулю. Я ему это выдала, он мне поставил пятерку, и я побежала. Такая радостная и с таким чувством удовлетворения, что я медалисточку овальнула. Кстати говоря, эта медалисточка училась потом с нами в параллельной группе. И я почему-то так не испытывала до конца учебы, испытывала именно такое чувство. Ну, нехорошо. Правда, в общем, как человек, не отличающийся прилежностью, я вот немножко не уважаю таких прилежных людей. Так, в общем, но это не важно. Так, в общем, видимо, во мне какое-то неудовлетворенное, недооцененное что-то, комплекс недооцененности бушует, сидит, и это самое, потому что мне хочется рассказывать об экзаменах. Было, конечно, много таких экзаменов, где мне было стыдно до невозможности. Очень стыдно, и выходя с них, я тоже злилась и на себя, и, ну, когда на себя больше, когда на преподавателя больше, когда выходишь и думаешь, вот козел. Ну, очень редко в основном-то. Ну, действительно, вот козел я, наверное, пожалуй, об одном преподавателе по политэкономии. Политэк? Да, политэк, по-моему. Вот. Остальные преподаватели были справедливы, в общем-то. Так. Ну, и, конечно, один раз я на математике, прямо это самое, что-то нечто такое произошло, недоразумение. Пришел не наш преподаватель принимать экзамен, а совершенно незнакомый с нами. И что-то она меня сходу, мне даже кажется, не особо в меня слушая, сразу же трояк влепила. Мне кажется, чисто сработал у ней стереотип, что люди... Ну, она меня приняла, может быть, за какую-нибудь закончившую там школу не на русском языке. То есть люди, которые заканчивали не русские школы, они не только русский язык знали хуже, чем люди, закончившие русские школы. Ну, и также остальные предметы, особенно математику, физику, особенно естественные науки. Ну, такой стереотип существовал. И, возможно, это сработало, я не знаю, что. Но я... А это была первая вообще сессия. Я-то вообще не привыкла к такому. Да, я, конечно, не отличница, но я-то думала, что приду и все равно по-любому сдам экзамен. А тут бац... А, какой трояк? Двойку мне влепили. И мне пришлось оставаться, издавать. А я еще такая не... Не очень-то... Пробивная такая, которая будет бегать за преподавателем. Если вот всех собрали на экзамен, все пришли на экзамен, я приду и сдам. А так, чтобы найти преподавателя, уговорить его, принять у меня экзамен, на это я вообще не способна была. Поэтому так получалось, что если я валила... Собственно, с этого начались мои прогулы. После этой сессии, после этого провала. В этот день к нам пришел на экзамен куратор. Он все-таки смотрел, как мы встаем, и он пошел и уговорил преподавателя снова принять экзамен у меня. И что-то я там тянула снова билеты, и поставили мне трояк. И я такая посрамленная полетела домой на каникулы с тройкой. Господи, если бы я знала потом, сколько у меня будет троек, и что я буду учиться по большей части на тройке, я бы так не переживала. Честно говоря, я каждую тройку переживала. Но потом уже это было не обидно, потому что я на некоторые предметы совсем забивала. Я вообще не ходила ни на лекции, даже наглела, не ходила на практические занятия, семинары. И, соответственно, у меня не было конспектов, мне не почему было готовиться. И поэтому я сдавала экзамены тогда, когда вся группа сдаст экзамен, освободятся конспекты, уже их поизучав, я иду на пересдачу вместе с двоечниками. Либо совсем после них, если совсем преподаватель был, ну, обидчивый тот, который не любит таких учеников, которых вообще никогда не видел ни на лекциях, ни на каких занятиях. Вот. И что мне было трудно найти его. Как я уже сказала, я вообще не пробивная совершенно. мне бы идти со всей толпой, нет, я еще вот нарывалась. В общем, короче говоря, сессию я сдавала с переменным успехом в сессии. Одну сессию более-менее вовремя, вторую сессию очень поздно. Одну сессию я даже один экзамен не сдала, сдавала уже после каникул. Ну, кстати, преподаватель хороший попался, очень деликатная женщина с той же кафедры математики, это я сдавала теорию вероятности, и, в общем, она меня послушала, и так деликатно, ей что-то рассказываю, она говорит, ну, вот, в принципе, вот, и так рисует на бумаге троечку, говорит, вот так вот, вот это я вам уже поставить могу, ну, можете, ну, мы можем и продолжить. Вот так она разговаривала деликатно со мной, а я отвечала, ну, я бы продолжила, если можно больше, так, если можно рассчитывать на более высокую оценку, я бы продолжила. Ну, еще мы так вот мы общались, и, честно говоря, пятерок у меня всего за всю мою учебу в ВУЗе три. Как ни странно, это по моей все той же любимой и совершенно мне не знакомой физике, потом геофизика, так, и что еще? И гражданская оборона, кажется. Сейчас расскажу по порядку. Сейчас расскажу по порядку.